Добрый день, НРБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Кранплаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. Уголовное дело о незаконных контрактах на охрану школ передали в суд. Прокуратура Республики утвердила обвинительное заключение. По данным следствия, бывший директор нефтекамской компании «Статус Филос Ахмедзинов» в 2018 году заключил договоры с директорами 19 школ и лицеев на охрану зданий и организацию в них пропускного режима. При этом компания не имела лицензии на оказание таких услуг. В результате осуществления деятельности фирма незаконно получила доход в размере более 20 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчина признал вину в совершении преступления. Теперь обвиняемому грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительной работы сроком до 5 лет, либо лишение свободы на тот же период со штрафом. Полигон добычи трудноизвлекаемых запасов планируют создать в Башкортостане. Инициативу на встрече с Радием Хабировым озвучил руководитель Роснедр Евгений Петров. Добыча трудноизвлекаемых запасов в новый вид недропользования лицензии на него выдают с прошлого года. Он нацелен на создание, тестирование и внедрение инноваций для разработки трудноизвлекаемой нефти и повышения нефтеотдачи. По прогнозам Роснедр в этом году на территории ключевых нефтегазовых бассейнов страны может появиться 10 технологических полигонов. Сегодня Роснедра ориентированы прежде всего на рациональное пользование недрами. То есть мы сегодня фактически еженедельно отзываем по сотне лицензий у тех компаний, которые нарушают те обязательства, которые на себя взяли. Потому что еще раз мы всем говорим, что право пользования недрами это не только возможности, но и обязательства, которые берут на себя компании. К сожалению, не все компании это осознают, пользуются только благами и возможностями, но не всегда соблюдают обязательства. В регионе по итогам прошлого года обороты компаний, которые работают в добыче минерально-сырьевых ресурсов, выросли в полтора раза до 300 миллиардов рублей. Вместе с тем в республике есть случаи самовольной добычи. Предприятия не предоставляют отчетность, не платят налоги, не соблюдают лицензионные требования. Сейчас мы жестко контролируем соблюдение условий лицензии и экологического законодательства. Карьеры нам безусловно нужны для масштабного дорожного и жилищного строительства. При этом мы обязаны обеспечить баланс между экономикой и экологией. И нельзя притеснять в то же время и предпринимательскую инициативу. Поэтому здесь нужна деликатная, очень утомчивая работа. Напомню, в республике создана межведомственная комиссия по вопросам работы недропользователей. В прошлом году ею проведены 32 проверки, в ходе которых обследовали все карьеры в семи районах республики. В результате сформированы реестры из 355 действующих и 96 заброшенных карьеров. Сейчас комиссия пытается привлечь к ответственности недобросовестных недропользователей, чтобы те выполнили все обязательства. В частности, рекультивировали места добычи. Инвесторам предлагают вложиться в создание кирпичного завода в Мишке. На бизнес-предложение разработала корпорация развития Башкортостана. Бюджет проекта составляет 155 миллионов рублей. Кроме финансовых показателей, в бизнес-предложении обозначены меры государственной поддержки. Инвестор может рассчитывать на предоставление земельного участка в аренду без торгов, налоговые льготы и включение проекта в перечень приоритетных. Мишкинский район богат запасами строительных материалов – глины, песка, агроруды. На его территории имеется четыре месторождения кирпичных глин и суглинков. Создание здесь предприятия позволит усовершенствовать структуру производства стройматериалов, повысить кадровый потенциал производственного комплекса республики. При реализации проекта инвестор будет обеспечен поддержкой и со стороны корпорации развития. Персональный менеджер поможет наладить контакт с профильными ведомствами и руководством Мишкинского района, а также с подготовкой и подачей документации для включения инвестпроектов в перечень приоритетных. Башкортостан вошел в топ-10 регионов по числу камер на дорогах. Всего в республике насчитывается 1200 комплексов фото- и видеофиксации. По этому показателю регион расположился на шестом месте, сообщает агентство «Промрейтинг» после анализа данных ГИБДД. Возглавил рейтинг «Татарстан». Там установлено более 4700 камер. Второе место заняла Москва, где насчитывается почти 4000. Замыкая тройку, Свердловская область – 2700. Также в рейтинг вошли Московская область и Краснодарский край. В Башкортостане число дорожных камер за три года выросло втрое. Также на дорогах республики установили более 10 километров ограждений, 20 тысяч знаков, 150 светофоров и отремонтировали 900 километров дорог. С начала этого года, по данным Минтрансреспублики, число ДТП на дорогах региона снизилось на 12,5% до 1400. Футбольный клуб Уфа получит свыше 250 тысяч еврокомиссионных за переход своего бывшего защитника Александра Зинченко в лондонский арсенал. По словам экспертов, предполагаемая выплата будет весьма кстати, если учесть, что в мае этого года Уфе грозило банкротство из-за сокращения финансирования республикой после вылета во второй по силе дивизион. Однако, по словам генерального директора Шамиля Газизова, инвестирование средств в приобретение новых игроков в ближайшее время не планируется. Напомню, Александр Зинченко играл за Уфу с февраля 2015 по июль 2016 года, после чего перешел в английский клуб Манчестер-Сити за 5 миллионов евро. Согласно регламенту ФИФА, при переходе игрока в новую команду, процент от суммы трансфера должен быть перечислен клубом, воспитывающим футболиста в возрасте от 16 до 23 лет. Переход в арсенал обошелся канониром примерно в 35 миллионов евро. На этом у меня все. Увидимся на РБК. Всего хорошего.